Рейдовые мероприятия проводятся, штрафы выписываются, но нелегалов этим не напугать. Наоборот, добыча гравия по берегам ведётся в усиленном режиме. «Для местной администрации участковых полицейских эти места известны. Однако незаконный вывоз гравия не прекращается. Департамент экологии проводит работы только после того, как к ним поступит протокол от полиции. Но сами стражи порядка не инициируют выявление этих правонарушений». Бульдозеры и КАМАЗы начинают работу с наступлением Суми река. Особенно привлекательными для копателя являются поймы рек близ Шымкента. «Посмотрите на реку Сайрамсу и Аксу. Не осталось ни одного нормального места. Всё перекопано. Из-за нелегальных нейтропользователей вода может размыть скотомогильники с сибирской язвой. Что будет, если это произойдёт? Эта проблема коснётся всю область». В свою очередь, Аким Сайрамского района Бахтиар Мамаев сообщил, что на подведомственной ему территории началось укрепление береговых зон. «Сейчас на территории района объявлен режим ЧАЭС. Переданы и собраны соответствующие документы. Начались работы по укреплению и бетонированию берегов. Они продлятся до конца этой недели». Отметим, что первыми тревогу забили жители села Аккала, где и находится опасное захоронение. Раньше скотомогильник ограждал железобетонный блок, но затем его убрали для разработки карьеров.